Я теперь даже не знаю, стоит ли мне тратить уйму времени на посев лука на перо, потому что случилось у нас замечательное открытие, которым я хочу с вами поделиться. Ну, возможно, кто-то знает, но для меня это просто что-то новое и удивительное. Дело в том, что в прошлом году весной в этой теплице, в которой вот здесь вот лучок у меня растет, мы посадили с улицы несколько головок лука шнит. Вот такой шнит лук. Прекрасно он укоренился, абсолютно ничем не болел, замечательно себя чувствует. Если вот этот лучок только-только начинает давать свой урожай, шнит лук это самая ранняя зелень, которая только может быть, ведь мы его уже тут изрядно поели, тем не менее. Такие огромные перья, которые на 20 апреля около 40, наверное, сантиметров, если не больше, в длину. Витаминов в этом луке просто море. Может быть, как и в каждом луке, но тем не менее, дикоросы, они всегда более питательны. В этом луке даже ниацин содержится, который у всех у нас в дефиците. Также содержится полиевая кислота, витамин К, из которого витамин Д неправильно усваивается и откладывается не для укрепления наших костей, а в артериях, образуя бляшки. Вот такое дефицитное вещество. Про калий, кальций, магний и так далее, и говорить не стоит. Фосфор, все это в комплексе. Но то, что здесь содержится селен, вот это действительно делает лук уникальным. Потому как без селена не усваивается йод. Отсюда у многих из нас проблемы с щитовидной железой. Лучок этот напоминает нечто среднее между луком и чесночком. Да, имеет такой приятный чесночный оттенок. И совершенно нетребователен к уходу. Раз в несколько лет его можно рассаживать, так он будет себя чувствовать лучше, больше будет давать урожая. К поливу также я не заметила его особой прихоти, поскольку начал он давать перья, когда я еще сюда вообще ничего не высадила. И влаги как таковой, ну только то, что с улицы натягивалось, вот вся та влага, на которую он начал расти. Абсолютно не капризное растение. Если у вас в тепличке есть немножко места для того, чтобы посадить такое удивительное растение и для красоты, и здоровья, то, что ваша семья, я думаю, это оценит. У этого лука даже цветочки, которые он дает в середине лета, также съедобны. И ими можно украшать различные блюда. Само перо, видите, какое тоненькое, изящное, очень симпатичное. Тоже можно различные блюда украшать. Может быть, замечали, как повара, готовя, допустим, блинчики с начинкой, оборачивают зеленью. Это как раз часто для этого используется именно шнит-лук. На улице шнит-лук тоже растет. В прошлом году мы его рассадили. До этого он рос с кучкой. Сейчас вот так все выглядит. Но он гораздо уступает тому луку, который в теплице у меня. Тут просто в три раза с ним больше в длину вымахал по сравнению с уличным. Рано буду, если сегодняшнее видео вам пригодилось. Поставьте пальчик вверх. Спасибо, что подписываетесь на канал. Всем желаю отличного урожая, прекрасного здоровья. И до следующих видео. Всем пока.